Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор именно в компании Тик Минусом, и я, Артур Дзятудин. Данные по импорту сырой нефти, опубликованные таможенным управлением во вторник, были интересны не только динамикой спроса, но и таким политическим нюансом, как выполнение нефтяного эмбарго США против Ирана. В основе потенциального отказа Китая следовать санкциям мог лежать, во-первых, экономический мотив, так как Иран, вероятно, вынужден продавать нефть с крупным дисконтом, что должно заинтересовать нефтяные компании Китая. Тогда попутно бы действовал и принцип «враг моего врага – мой друг» для китайского правительства. На нынешнем уровне эскалации торговой войны выгода от такого решения, вероятно, перевешивает риски дальнейшей эскалации для Китая. Однако данные показали, что Китай не торопится делать такую позицию официальной. Согласно статистике, которая вышла во вторник, Китай действительно не только не сократил покупки иранской нефти после завершения действия временных квот 2 мая, которые давали США некоторым странам, но и стабильно увеличил импорт нефти в последующем месяце. В июле Китай импортировал 900 тысяч баррелей нефти из Китая, из Ирана, что на 4,7% больше, чем в предыдущем месяце, то есть в июне. Государственные нефтяные компании Китая при этом не принимали участие в импорте иранской нефти. С мая придерживаясь санкций США, однако поддержку Ирану продолжают осуществлять частные нефтяные компании Китая. В метрических тоннах импорт увеличился на 8,2% по сравнению с июнем, но упал на 71% по сравнению с июлем прошлого года. В целом рынок для иранской нефти сократился на 60% по сравнению с прошлым летом. Одновременно с этим покупки нефти у главного конкурента Ирана в ОПЕК Саудовской Арабии выросли до рекордного уровня, достигнув исторического максимума в 1,89 млн баррелей в день в июне, однако затем снизившись до 1,65 млн баррелей в июле. Россия и Ирак оказались на втором и третьем месте в списке поставщиков нефти Китая соответственно. В то же время США также вошли в список 10 крупнейших поставщиков нефти Китая. Несмотря на тренд на обострение торгового конфликта, при этом импорт нефти из США увеличился в годовом выражении на 45% до 1,53 млн метрических тонн. Таможенные данные были опубликованы как раз после приезда министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа в Китай, где он уже третий раз пытается укрепить экономическое партнерство в условиях санкций, но пока с минимальным прогрессом. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу. Спасибо.